Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для дня памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Святая Церковь избирает чтением и апостол, и Евангелие, которое обычно читается на память преподобных отцов. И, с одной стороны, это понятно, потому что они свою жизнь завершили в монашестве. И, тем не менее, главный их подвиг заключался именно в той жизни, которую они проводили в супружестве. И вот в силу этого захотелось остановить ваше внимание на послании к Галатам, отрывок, который всегда читается на память преподобных, потому что здесь изложена такая апостолом Павлом программа такая духовной жизни. И каждый христианин вообще-то он должен ее знать для себя наизусть. Потому что так, к сожалению, бывает, что современные христиане, они как-то вперяют свой взор во что-то внешнее, а внутреннее, главное, порою скользает. Господь однажды сказал, что дерево судят по плодам. И апостол Павел однажды сказал, если мы духовные, то по духу и поступать должны. Это совсем не значит, что вот два человека договорились, что мы со вторника будем уже духовными. И с этого дня начнем поступать духовно. Конечно, не так. Но тут действует некий закон, что если человек из плотского, душевного, стал духовным, а что это значит? Это значит, что духовное в нем возобладало над душевным и телесным. Тогда его поступки диктуются уже не как поступки обычных людей, а именно страстями, а диктуются именно духом святым. Потому что человек именуется духовным только тогда, когда дух святый в нем пребывает. Ну, если можно так выразиться, это, конечно, неправильно, но чтобы некоторым образом объяснить, ну, в таком количестве или в таком объеме или в такой действующей силе, что изменяет его жизнь, в какой-то степени изменяет. мне даже сегодня один не старый еще человек сказал, что вот моя супруга предъявляет ко мне претензии, что я-то вообще-то полюбила и вышла замуж за человеком, который вообще в церковь-то не ходил, а ты, говорит, уже стал совсем другой. А я-то люблю прежде. Это очень законная претензия. Он действительно стал другим, потому что присутствие благодати Святого Духа, оно человека меняет, и ничего с этим не сделаешь. Даже выражение лица. И походка. Я помню, как-то лет 25 назад как-то пришел в Кремль, смотрю, идут две молодые женщины. Я говорю, о, наши пошли. Вот точно, прям смотрю прямиком в храм, к мощам прикладываться, все уже сразу ясно, как по походке. Казалось бы, все в человеке меняется, даже такие малозначительные вещи, как там выражение лица, вот, одежда, казалось бы, одежда. Ну, какой пустяк. А все равно вот что-то меняется в человеке. Так же бывает и с грехом. Почему очень многие женщины возмущаются и просто не могут это даже перенести? Муж приходит домой пьяный. Она начинает закатывать истерики, орет, он не понимает. Ну, подумаешь, ну, пришел пьяный, сейчас лягу, просплюсь, что она не может меня там как-то накормить, снять ботинки, я потому что не вижу шнурков, и положить, а утром уже и поговорим. А потому что он стал носителем другого духа. В нем бес сидит, без пьянства. И для нее это, это же как пришел другой мужик сюда, в квартиру, и начает еще распоряжаться, а еще какие-то такие претензии предъявляет, давай спи с ним. У нее другой запах, другое выражение лица, другая манера поведения и так далее. То есть она это воспринимает вообще как насилие. Поэтому в этом нет тоже ничего удивительного, потому что человеческое поведение, оно зависит от того, каких духов в себе человек носит. Если духа гордости, то человек горд. Если дух зависти, то человек зависит. Если дух пьянства, то человек пьяница. И так далее, и так далее, и так далее. А если дух Божий, то это совсем другое. И это может быть так же непереносимо для человека. Вот Евангелие, которое сегодня рядовое, Евангелие как раз и повествуется о том, как два человека бесноватых, когда к ним приблизился Христос, они говорят, ну что ты прежде времени пришел нас мучить. Одно только приближение Христа с благодатью Божией, коей он был носителем, для них было просто мучение. Поэтому, если действительно вышла замуж за одного, а приходит совсем другое, для нее это мучение. Итак, дерево судят по плодам. И вот наша христианская жизнь, раз уж мы крестились, то есть, значит, встали на этот путь, в какой-то степени воцерковились, то есть, значит, по этому пути несколько шагов прошли, у Духа Святаго, который в нашем сердце присутствует, он должен сотворить некие плоды. И вот здесь мы можем, собственно, посмотреть, каковы эти плоды. И вот, по милости Божьей, апостол Павел, когда Галатом, своим духовным чадом, из Галатии, писал это послание, оно потом стало посланием для всей церкви, он пишет, что это такое. Плод духовный есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, вот Дух Святый, он вот таким вещам научает человека. И наоборот. Видимо, в духовном законе действуют похожие закономерности, что и в физическом мире. Если мы возьмем мотор и начинаем ротор крутить, то там в начале и в конце обмотки возникает разность потенциала. То есть, он действует, как турбина, вырабатывающая ток. Хотя, казалось бы, мертвый лежит предмет, можно использовать, как грузило. Но вот если его начинать крутить, то вот эта обмотка внутри магнита такое производит действие. Это жизнь здесь. Если каждый из нас будет стремиться к любви, к вере, к воздержанию, к милосердию, то благодать Святого Духа таким образом будет привлекаться в наше сердце. То есть, процесс такой взаимный. Если мы в это верим, что это будет, без веры даже нельзя спичку зажечь. Ну, говоришь, ну, попробуй, зажги. А нет, все равно ничего не сгорится. Это так вот атеисты говорят на то, что Бог есть. Ну, вот там в церковь ходят, не знам, чем занимаешься. Пойдем с нами. Увидишь. Да нет, а что туда ходить, там все равно ничего нет. Ну, и тогда ничего не сделаешь. Так что без веры ни автомобильчик не поедет, ни папироску не прикуришь. Нужна вера. Даже в таких глупостях и пустяках. И вот Петр, и это наших предков с вами, россиян, которые жили очень давно до нас, ну, нас только поразило, потому что этот случай, когда Петр отказался от княжества своего Муромского для того, чтобы остаться с женой, это настолько поразило, ну, и потом их дальнейшая жизнь, мудрое правление, смерть в монашестве, ну, что тогда было, вообще-то, не новость. Очень многие князья для того, чтобы облегчить свою жизнь в вечности, принимали монашество. Даже Иван Васильевич Грозный, хотя умер он немножко раньше, но все-таки его хоронили в монашеском одеянии, как бы думая, что монашеское облачение каким-то образом облегчит его учить, потому что всяческое правление, оно сопряжено с тем, что приходится людям делать некоторые вещи, которые для них неприятны. Сейчас головы не рубят, и это неплохо. Ну, например, выгоняют с работы. И вот есть некий человек, директор какого-то предприятия или там торговой лавки. Один работает, а другой бездельник. Он вызывает бездельника, его выгоняют. А для бездельника ему кажется, что он один только пашет. У меня был тоже случай такой, один у нас трудился в храме сотрудник, и он что-то там для резницы должен был сделать по плотницкой части. Ну, он сделал. Я говорю, а вот как ты думаешь, если то, что ты все сделал, купить в магазине и поставить, сколько бы это стоило? Ну, он так сказать посмотрел, почитал, говорит, вот это бы стоило столько. А теперь я говорю, давай сложим ту зарплату, которую ты получил за то время, в котором ты это все делал, и плюс корм, который ты тут получал. Что получилось? А получилось, что ты храм ограбил, ты просто неплохо живешь, ты приносишь убытки, и тебе все нравится, тебе здесь и кормят, и деньги дают, а твоя работа, вот, к сожалению, это является не помощь, а грабеж. И его уволили, но понятно, что он обиделся. Почему? Ну, он так старался, но когда в пятом классе учительница видит, что ребенок старается, она ему стоит четыре, хотя на три с минусом еле-еле, для поощрения это очень правильный педагогический прием. Но когда взрослый мужик женат, и у него дети есть, и вот так, то это совсем неправильно. И человек вынужден, а князь, а князь он даже, ему необходимо даже и голову рубить. А второй раз креститься нельзя, чтобы грехи свои оставить, и вот князья принимали монашество. Для того, чтобы новое имя, пусть и остаток жизни, так приняли монашество. Данил Московский, Александр Невский, и множество князей, и прославленных, и непрославленных, это была, так сказать, не новость в то время, а вот новостью поразившая всех наших с вами предков, было то, что он предпочел остаться с женой. Вся наша жизнь состоит из поступков, и вот наши поступки, они могут быть духовными, это когда мы руководствуемся исключительно тремя вещами. первое, что мы чувствуем, и это согласовывается с нашей верой, что на то есть воля Божия. Второе, это наша совесть, когда мы по совести, то, что Петр остался со своей февронии, и осталось княжества, это было по его совести. А третье, здравый смысл, потому что вот он обязательно должен присутствовать. И вот этот здравый смысл, он может идти и часто идет совершенно вопреки общественному мнению. Люди могут осуждать и не понимать и говорить, что это неправильно, но на самом деле это правильно. Почему? Потому что в одних и тех же ситуациях оказывается можно поступать по-разному и в этом нет никакого противоречия. Вот этому тоже нам нужно научиться обязательно. Потому что если мы хотим быть духовными людьми, мы должны поступать по духу. И вот в этом Петр и Феврония нам есть пример. и еще тоже очень важно, я об этом несколько слов вчера сказал, это тоже удивительно, потому что они жили в эпоху еще начала христианства на Руси, правда, к тому времени уже на Руси были прославлены и Борис и Глеб, которые тоже удивительным образом уже в первом поколении христиане на Руси успели почувствовать, что такое есть христианство. И успели узнать Христа и ради Него отдали свою жизнь, чтобы Ему уподобиться. И вот Петр тоже нашел для себя возможность для того, чтобы уподобиться Христу. Это в нашей русской истории повторялось не однажды, но самые яркие фигуры это преподобный Сергий, когда монахи взбунтовались на строгий устав, он взял и ушел из монастыря. Не хотите, да живите сами как хотите. Хотя монастырь его он основал, а не все ученики взял и выгнал. Но он поступил по-христиански. Ну и потом они покаялись. Ну а второй это Николай Александрович, наш последний царь, который настолько на него грязи вообще вылили, что он и глупый там, и нерешительный. Это все совсем не так. Он был настоящий христианин. Ах, вы меня не хотите? Хоть я и царь абсолютно легитимный и абсолютно законный я ухожу. И этот уход ему стоил жизни и жизни его детей. И пришли люди, которые были нелегитимные и незаконные. Все, кто за что боролись, аккуратно на то и напоролись. И это был лучший и полезнейший урок. Поэтому Святая Церковь его и прославила за его такие страдания, потому что этот выбор был тоже весьма и весьма непростой. И, кстати, немалую роль в этом сыграла и тоже его семья, которую он бесконечно любил и на его решение повлияла и болезнь сына, которую тоже он учитывал. Потому что это все вещи совсем непростые и драгоценные. И вот Петр и Феврония указывают на то, какое перед Богом имеет высоту и значение христианской семьи. Нам тоже, глядя на них, не мешало бы проникнуться сознанием этой драгоценности, которая по полной глупости и отсутствия образования, люди теперь именуют институтом. Но они все теперь институтом. Церковь это институт, как будто церковь, это люди собрались, мужички, ну и давай сейчас церковь организуем. Но это только в Америке так секта образуется. Какую сейчас церковь изобретем, ну давай назовем благодать или а давай царство Сиона, а давай просто новая эра. Сейчас мы все по-новому, у нас все будет новое, все, потому что естественно все хотим, все новенькое, ботинки, новые носки, новые шнурки, новые портянки, новая жена, все новое, такое хорошее, свежее, вот, и так далее. Это как бы привлекает человека. Нет, это к сожалению не совсем так. Есть правда и истина, а есть хоть и новая, но ничего в этом новом порой и бывает ничего хорошего и нет. Вот, поэтому мы сейчас по завершении литургии с вами послужим молебен после благодарственных молитв по святому причечению. Ну, а потом кто из вас отгадает на каком языке отец Анатолий произнес малую ектинию в начале литургии, получит дополнительную порцию каши. Вот, это будет премия от нашего общества, наших блогеров, кто угадает, ну, кроме супруги, конечно, отца. Нет, гадать не надо. Кто знает, что языков много, у нас в России только сто народ, сто восемьдесят народов живет, если каждый из этих языков назовется долго слушать. Вот, это очень интересно. Кто узнал, то пожалуйста. А кто не сказал, я в конце уже после молебна, я признаюсь, что за язык. Он тоже прибыл к нам очень издалека и сказал, говорит, вот, давайте. Вот, так что благословением Господне на вас, таку благодатью человека любим, всегда не пристан. И во веки веков. КОНЕЦ